Друзья, всем привет! В Европе требуют от России не брать под контроль зерновой рынок. Крупнейшие канадские и американские зернотрейдеры обеспечивали контроль над экспортом российского зерна по следующей схеме – они приобрели множество элеваторов и перерабатывающих заводов в разных российских регионах и через европейские. Турецкие фирмы скупали все объемы урожая по внутренним ценам, а потом направляли в другие страны для продажи по мировой рыночной стоимости, которая намного выше. Так продолжалось еще с 90-х годов, и иностранцы были уверены, что так будет и впредь, но они ошибались. Когда в правительстве РФ начали предпринимать шаги, направленные на обеспечение собственных экономических интересов, чужие перекупщики оказались не к месту. В России начали создавать такие условия, чтобы оттеснить иностранных зернотрейдеров от отрасли, и результат не заставил себя долго ждать. Приобретение большого количества грузовых морских балкеров и создание собственной страховочной системы совместно с Китаем и Индией подтвердило серьезность российских намерений. И вот теперь в США и Европе начинают осознавать свою ошибку, ведь если Россия сама начнет контролировать собственный зерновой рынок, то это отразится на доходах иностранцев не в лучшую сторону, и они не смогут извлекать прибыль от перепродажи российской сельхозпродукции. На Западе поняли, что Россия будет просто договариваться о продаже зерна с другими странами, совершенно игнорируя чужие зерновые биржи, а это чревато для зарубежных ретейлеров потери огромных доходов. В американском Царгил и в канадской Ветера, которые имели в России множество активов, это прекрасно на себе ощутили. Однако я вижу ситуацию немного под другим углом, уход этих двух крупнейших зернотрейдеров из России – это вовсе не демонстративный, а вынужденный шаг. Введение правительством РФ квот на вывоз зерна рассчитан таким образом, чтобы иностранные перекупщики не могли оперировать основными объемами урожаев. В России уже давно происходит вытеснение зарубежных выгодополучателей, и ушедшие ветера и Царгил вынуждены были содержать элеваторы и заводы в России, а сверхприбыль от перепродажи зерна у них просто тихо отобрали. Это стало для иностранцев невыгодно, иначе бы они цеплялись за любую возможность остаться. Тем не менее, они сделали вид, что уходят, типа хотели оказать влияние на нас, но не получилось и они в отместку хлопнули дверью. Европейские компании и посредники, которые обеспечивали работу крупных ретейлеров из Канады и США, требуют обратить внимание, что российские организации берут под контроль российский зерновой рынок и в двухсторонние торговые отношения европейцы в таких условиях не смогут больше вмешиваться. Прибыль, конечно, Европе в данном случае не достанется, перепродавать российское зерно задорова в другие страны станет невозможно, но самое для них обидное – это утеря рычевов давления на отрасль. В Европе и США хотели бы не допустить такой самостоятельности, но им никто не разрешает. Ставьте лайк, если не видите ничего страшного в уходе иностранных зернотрейдеров с российского зернового рынка. Российский запрет поставок электричества в Финляндию уже дает результаты. За счет России Финляндия больше не может обеспечивать свою экономику и энергетику не только ресурсами и древесиной, но и электроэнергией, которую получала как за счет недорогого российского газа. Так и путем прямых поставок по электропорам. Ситуация интересна тем, что Финляндия покупала электричество у Интерраа, но оплаты за израсходованные объемы на счета не поступало, причинам якобы платежи не пропускали. Видимо, в Финляндии рассчитывали, что Россия будет экспортировать электричество несмотря на задолженность, по примеру Молдавии, которая пару лет не платила Газпрому и вдруг получила потом двойную сумму ко плате. Но в России перестали демонстрировать необыкновенную щедрость кому попало, за свой счет снабжать граждан чужой страны – это, конечно, смешно, и рубильник был перекрыт без всякого сожаления. В России не намерены обеспечивать чужие недружественные страны, тем более бесплатно. Ну и каков же результат новой российской политики, как она отразилась на финской экономике и владельцах домохозяйств? Болтовня о том, что в Финляндии все отапливают дома электричеством – это довольно смелое заявление, ведь чтобы отдать за полное отопление дома 800-1000 евро в месяц, нужно хорошо зарабатывать. А в Финляндии с этим вопросом все довольно печально, зато много леса. Я вижу, что в Финляндии и в Европе не принято заботиться о населении, центрального отопления в северной стране практически нет, до сих пор в основном используют дрова, уголь, мазут и валежник. Да что там говорить, даже в Швеции газификация всего 1%, а в Норвегии вообще газификация смешные 0,5%. Зато цены на электричество просто удивительно высокие. В России газификация более 72%, такие показатели богатым европейцам даже не снились, это вызывает, конечно, большую зависть. Отапливать квартиру электричеством Финам тоже достаточно дорого, уходит примерно 600-700 евро в месяц, если, конечно, они хотят, чтобы дома было тепло, как, например, в России, но это мало кому по карману. Поэтому температуру там стараются поддерживать в пределах 13-16 градусов, чтобы меньше платить за баснословно дорогую электроэнергию. «Посчитайте зимнюю цену 25 центов за киловатт, подставьте в свою платежку и будете ошеломлены тем, насколько электричество у финнов дорогое. Смешная болтовня про то, что они лучше нас живут, это не более чем смехотворное заблуждение. Пообщайтесь на форумах с людьми, которые там находятся, и они быстро собьют оптимизм на этот счет до нуля». Вот такие вот результаты того, что российский недорогой газ и электричество больше туда не поступают. Мне одному кажется, что это заслуженная награда за такое отношение к двухсторонним торгово-экономическим отношениям, а ведь раньше там все нормально было. Пока в России строятся тысячи заводов, я не слышал, чтобы в Финляндии построили что-то более или менее стоящее. Но самое смешное, там есть такое понятие, как биоогурцы, которые стоят 16 евро за килограмм 1-7 тысяч. Рублей. Но, впрочем, всегда можно купить обычные огурцы за 7 евро 609 рублей. Речь идет о местной произведенной продукции. Привозные турецкие немного дешевле, но чужую продукцию там стараются не пускать, чтобы не забирать доходы у финских компаний. Хотя российское электричество обеспечивало потребность Финляндии всего свыше 10%, его отсутствие сыграло ключевую роль для их внутреннего рынка электроэнергии именно в совокупности с отсутствием недорого российского газа. Кстати, бывший актер из особенностей национальной охоты Вилли поставил палатку и печет пирожки и хот-доги, чтобы заработать. Вовсе не от хорошей жизни. Я, конечно, понимаю, что в комментариях сейчас начнутся обсуждения о том, как там у них все замечательно. Ну что же, готов посмеяться вместе с вами над такими фразами. Ставьте лайк, если не удивлены резким ростом цен на электроэнергию в Финляндии после ухода российского газа и выключения электрорубильника. В Польше требуют от России не взыскивать деньги за строительство 800 промышленных объектов. Серьезные заявления российского политика Вячеслава Володина о том, что следует получить от Польши финансовую компенсацию, стали для Польской республики полной неожиданностью, там рассчитывали. Что торговое и экономическое давление с их стороны не приведет к таким последствиям. Россия при СССР вложила огромные деньги в польскую экономику и это было последовательной и целенаправленной политикой, направленной на укрепление торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Вместо того, чтобы строить все эти объекты у себя, советские руководители были уверены, что обустраивание промышленности в Польше позволит сделать дружеские отношения более тесными. Однако сегодня мы видим, что эта политика была слишком наивна и даже вредна, ведь в Польше считали, что получать финансирование от России при СССР – это само собой разумеющееся явление и не заслуживает благодарности. Зато когда Европа лишает Польшу финансирования, там говорят о какой-то солидарности и единстве. Предложение Володина о взыскании с Польской республики денежной компенсацией вызвало негативную реакцию со стороны польских политиков и сильно их насторожило, там не ожидали такого требования, хотя оно всего лишь на стадии идей. Однако то, что сегодня просто идея, в скором будущем может стать реальностью и судя по тому, как в Польше оказывают давление на нашу экономику и не желают уважать усилия нашей страны по формированию польской промышленности в прошлом, то эта идея вполне может получить продолжение на законодательной основе. По современным ценам Россия при СССР отдала на ветер свыше 750 миллиардов долларов, чтобы построить более 800 промышленных объектов в Польше. По сути, создав им экономику заново и увеличив уровень их промышленности от плуга и сахи до высокоиндустриальной инфраструктуры. Однако в Польше не считают это причиной для того, чтобы ценить данный поступок и политики, там уже начали высказывать свое мнение на этот счет и требуют забыть про взыскание финансовых затрат. Премьер-министр Польши Моровецкий сказал, что эти требования абсурдны. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс назвал это требование страшилкой и уверен, что никто в адрес ни за что платить не будет. Мало того, российский политик Володин констатировал, что современное территориальное устройство Польши, которое было определено итогами, просто не имеет актуальности и должно быть пересмотрено и это очень серьезный посыл в сторону Германии, которая с радостью бы на это согласилась. Конечно, сегодня говорить об инвестициях в Польшу со стороны России – это просто смешно, ведь польские политики требовали от Германии прекратить получать российский трубопроводный газ. Пытались запретить Газпрому и Роснефти продавать ресурсы в Европу, поэтому в том, что немецкая промышленность осталась без природной газа, это в том числе заслуга своих соседей.